Как вы думаете, чем закончится, какое разрешение будет вот этой ситуации в Гагаузии? И с импичментом, и с полкомом, который не утвержден, и многими другими вопросами, которые возникли и с теми же подписями по поводу обращений по возможности проведения референдума? Я как-то говорил на одной передаче, что формзал должен по утрам по ящику шампанского приносить в народное собрание. Это вы говорили у нас. Да, потому что они поднимают рейтинг, когда говорят о нем, когда спорят с ним, потому что интеллектом он чуть выше. Я что хочу сказать про этот импичмент? Что успокоились, сели за стол переговоров, нашли консенсус и начали работать. Объясняю почему. Даже если они найдут, вместе там соберутся депутаты и так далее, и найдут те 23 голоса, но еще раз говорю, что от ЛДПМ там ни одного не будет, кто будет голосовать взятым. Вот если эти люди соберутся, найдут вот эти 23-24 голоса для объявления импичмента, для начала процедуры референдума и так далее, референдум не состоится. Они поцелуют формзал в одно место и подумают его рейтинг дальше. Вот чем закончится для Народного собрания вот этот импичмент, так называемый. Насколько есть вероятность того, что, допустим, после 30 ноября, как исполнится один год в Народном собрании, Башкан получит право распустить это? Воспользуется он таким правом, по вашему мнению? Он то же самое сделает. Поцелуйте им одно место, потому что у них нет процедуры распуска, нет механизма. Оно написано, но механизма самого нет. Это если будет воля, вот как было в 2002 году, когда была воля с Кишинева, когда все структуры надавили на края тора, вынудили его уйти. То же самое должно быть сейчас. Но этого нет у Кишинева, потому что не сторонник. А те, которые сторонники, слава богу, они в оппозиции. Они сидят там в стороне, и на них никто не обращает внимания. Они вот там с рупорами бегают по парламенту.